Здравствуйте дорогой зритель, ты на канале Lazarus Gaming и это завершающее видео по Assassin's Creed Unity. Сегодня я расскажу как пройти игру на 100% синхронизации, как поучаствовать во всех ее активностях и пройти весь контент. Расскажу про недостающие памятные вещи и про то как собрать всю существующую экипировку в игре. Если вы где-то не смогли сделать 100%, то я расскажу как этого добиться. Не забываем ставить лайки и подписываться. Поехали! Чтобы добиться синхронизации на 100% датчики общего прогресса, вам нужно пройти перечисленные далее задания, а именно 12 сюжетных последовательностей с выполнением всех испытаний, 11 совместных заданий, 7 заданий нажива, где вам нужно стелси для максимальной награды, но достаточно пройти как угодно для 100%, 8 разломов Helix по несколько раз, 20 заданий клубов ассасинов, 50 заданий парижских историй, 14 расследований, 18 загадок Ностердамуса, 5 заданий кафе-театр и 24 простых задания приложения компаньона, собрать 294 сундука по всему Парижу и Версалю, собрать 36 артефактов по Парижу и 24 в разломах Helix, причем пройти их придется несколько раз, чтобы собрать все, так как появляется всего один артефакт на одно прохождение и может оказаться так, что этот артефакт уже будет собран. Расположение всех артефактов покажу далее в видео. Собрать 128 какарт в Париже и Версале, собрать 40 очков синхронизации совместных заданий. Расположение всех очков вы можете посмотреть в моих уникальных видео прохождения, где я прохожу эти задания соло в стелсе без единого обнаружения. Обязательно зацените полностью эти шедевры, так их никто еще не смог пройти на ютубе. Открыть 23 точки обзора в Париже и Версале. Сделать 5 улучшений кафе-театра и купить 7 клубов ассасимов. Если возникнут трудности в прохождении, то посмотреть абсолютно все задания можно на канале в плейлисте игры. В игре есть дополнительный контент улси. Это два задания парижских историй, американский пленник и химическая революция. Они не нужны для стопроцентного прогресса, но полоска останется зеленой, если они у вас есть, но не будут выполнены. А также одно расследование жертвы науки, которое можно открыть в юплей. Все эти три задания также входят в платное улси тайны революции. Также оно добавляет 8 видов оружия и 6 видов брони. Некоторые из них также открываются в наградах юплей. Второе платное улси оружия революции содержит еще 6 видов оружия, доступных почти с самого начала игры. Также существовали издания игры, в которые входили наборы брони, оружия и два костюма. Назывались они набор прусский солдат, мушкитер, стрелок и королевский арсенал. Также в них входили два из вышеперечисленных доп задания парижских историй. Все это также входило в улси underground armory pack. Но сегодня все это входит в стандартное покупаемое издание, поэтому далее в разделе с персонализацией я буду озвучивать получение вещей уже в новых реалиях, но с указанием на прошлое. Также существует бесплатное dlc павшие короли с отдельным датчиком на 100%. Павшие короли это небольшое бесплатное сюжетное дополнение, которое дает нам еще одну главу за орно, два совместных задания, несколько историй, несколько загадок, новые сундуки и шляпы за место кокард, а также новое оружие, броню и четыре костюма. Также добавляет 7 новых достижений, полное прохождение есть на канале. Еще в игре присутствует e-store, эдакий донат магазин, в котором можно купить местную валюту за реальные деньги. А также в нем продают карты с сундуками и кокардами, а также с расположением всех историй, расследований и загадок. Лично я не вложил ни копейки, купился карты и еще осталось 20 Helix. 200 кредитов дают в наградах Uplay, остальное добавляется по мере игры. В итоге у вас должно быть 620 Helix, 600 из которых вы можете потратить на все четыре карты. Также в наградах есть усиления, которые должны открываться за их использование. Но на самом деле есть инфа, что они открываются за покупку усилений, за те же Helix, то бишь за реальные деньги. Так что куда тратить решать вам, на награды или на карты. Получив заветные 100% датчики прогресса, переходим к следующим активностям. Кафе-театр. База старого ассасина досталась Арно и теперь он может собирать свою коллекцию трофеев и зарабатывать деньги. Тут есть тренировочный зал, где можно отслеживать свой опыт. Тут же по мере пополнения боевого арсенала Арно, стойки на стенах пополняются все большим количеством оружия. Но к сожалению даже после сбора всего остаются пустые места. До сих пор не знаю, так задумано или это что-то сломали. Так же тут есть зал наследия, где хранятся все костюмы. Личная комната Арно, где он хранит письма от Элизы. Подвал, где находится костюм Томадо Корнеона. И зал гильдий. А так же кабинет интенданта, где Арно получает деньги. Тут можно открыть новые комнаты и задания в кафе-театр. В каждой новой комнате можно найти письмо или свиток в вазу данных. А так же выкупив все клубы ассасинов и выполнив все пять заданий кафе-театр, можно получать по 10 тысяч ливров в 20 минут. Выполнение всех заданий клуба снизит появление экстремистов на освобожденных кварталах. И вам будет легче проходить любые задания, в том числе совместные задания в одиночку. Но самая главная коллекционная комната находится выше. Здесь хранятся все коллекционные предметы, так называемые памятные вещи. Всего таких памятных вещей 90, 33 оффлайновых и 57 онлайн достижений, 50 обычной игры и 7 отпавших королей. Разберем подробно 33 оффлайновых достижения. 12 одиночных заданий это вся сюжетная кампания из 12 последовательностей. 9 за парижские истории, а именно 1 за все артефакты, 3 за 3 двери загадок Нострадамуса, 1 за 50 парижских историй, 1 за 7 заданий наживы, 1 за 11 заданий совместной игры, 1 за все собранные кокарды и 1 за 14 расследований. 3 памятные вещи за разломы Helix. Чтобы получить их надо каждый разлом пройти по 2-3 раза, в зависимости от того сколько значков данных стоит на задании. Таким образом в базе данных у вас должны быть все сообщения настоящего времени. Оставшиеся 6 дают за статую снаряжения, где 5 за 5 звезд и 6 за 5 золотых звезд. Где же оставшиеся 3 из 33 спросите вы? Наверное многие из вас не смогли их получить. Я тоже столкнулся с этой проблемой и выяснил следующее. Сначала я подумал, что это как-то связано с кривым замещением приложения компаньона. Но быстро отмел эту версию, ибо ранее у игроков было такое же с приложением компаньоном. Помните раньше я говорил, что не все стойки с оружием заполнены? Так вот, статуя снаряжения и вы можете иметь золотые звезды. Но после того как вы зайдете в DLC Павшие короли, ваши звезды станут белыми и даже собрав все оружие вы уже не получите золотые звезды уника. При этом статуя останется золотой. И я подумал, ведь всегда во всех частях я собирал все оружие. Возможно за них дают оставшиеся 3. За все оружие одну, за всю броню и костюмы вторую, и за улучшение всего этого третью. Чтобы открыть всю броню и оружие, вам по три раза придется пройти все совместные задания, включая Павших королей. А также иметь все оружие и броню с платных дополнений к игре. Но после того как я все собрал и прошел все в Павших королях, получил максимальный ранг легендарный ассасин, за который кстати не дают ничего, и улучшил все оружие. У меня так и осталось 80-70-90. Мне пришло в голову запустить игру в оффлайн режиме и о чудо, у меня стало 31 из 33. Одно очко появилось, когда я улучшил все оружие. При этом была собрана вся броня, но еще не было улучшено полностью. Теперь предлагаю вам посмотреть отрывок того, что я записал в оффлайн режиме игры, когда купил и улучшил все что можно. Тут нет никакого монтажа, вы можете сами попробовать. Отрубите инет или просто переключить ее плей в оффлайн режим. Таким образом я понял, что в онлайн режиме после ввода DLC или каких-то патчей было что-то сломано. Так что если вы ломали голову, не благодарите. Я как всегда разобрался. У меня есть догадка, как получить 90 в онлайне. Состоит она в том, чтобы пройти все и улучшить все и только потом запускать Павших Королей. Но это лишь догадка и возможно уже с патчем что-то сломано, ведь вещи Павших Королей все равно присутствуют в игре. Сам проверять я не буду, ибо проходить очень долго. Так что если кто-то попробует, то напишите в комментариях, получилось ли у вас или все так же 80-70-90 и это неисправимый баг. Подробнее о том, как собрать все оружие, броню и костюмы я расскажу далее. Еще вы можете создать или вступить в клуб, где вы с друзьями можете выполнять задания, которые дадут вам украшения зала клубов и дополнительные очки кредо. Выполнив все, вы можете украсить зал клубов флагами и статуей. Но к сожалению, сегодня можно выполнить лишь 9 из 11 заданий. Получить статую и один флаг нельзя, ибо дают их за победу в соревнованиях между клубами, а их больше не проводят. Единственное, что вы можете это найти клуб с уже выполненными заданиями и вступить в него, чтобы получить их. Также расскажу немного про разломы. И задания внутри них. Внутри разломов вам нужно собирать данные. Если использовать проводника, то это становится намного проще. Суть в том, чтобы собрать очки. Освободить ассасина и добить оставшиеся очки, чтобы поставить рекорд. Чем выше цифра, тем больше денег вы получите. Других наград нет, так что можете сильно не стараться, если у вас не получается побить рекорд или просто набрать очки. Достижения. Всего их 57. Расскажу лишь про те, что могут быть непонятны. Испытатель. Вам надо во время сюжетных заданий выполнить все испытания. Если что-то не получается, то полное прохождение любого контента есть на канале. На зубок. Вам надо выполнить все тренировочные задания на все новые и старые умения, что вы выучили. Лежать. Вам надо добить оглушенного лежачего врага, выученным умением добивания. На помощь. Выполнить 10 заданий в толпе. Задания в толпе появляются постоянно и случайно. Каждый раз, когда вы выполняете нужное количество, оно повышается на 5. То есть 5 раз, потом 10, 15, 20, 25 и так далее. За них выдаются денежные награды. А за 10, 20 и 30 дают части брони. Выполнение заданий в толпе после 30 дает 25 тысяч ливров за каждое выполнение. Эти задания длятся бесконечно, поэтому выполнять их особого смысла не имеет. Только если вам до старости нечем заняться. Лично я пока играл, дошел до 70. Хуины Версаля. Вам надо вернуться в Версаль и собрать там все сундуки и кокарды. Без надобности. Тут все просто. Бросаем деньги на улице 20 раз. Правда откаты умения не маленькие. Ценитель. Просто подходим к сцене вплотную, когда там идет спектакль или стендап. Орно примет отдыхающую позу. Идем пить чай минут на 10-15. Вернувшись, вы должны получить достижение. Комната с фидом. Из комнаты Орно надо выйти на балкон и облокотиться на него, заценив фид. Казнь. Убейте противника с помощью противовеса. Когда-то давно мы это делали в братстве. Тут то же самое. Когда стражник будет рядом, просто прыгаем на крышу. Милосердие. Вам надо удушить 10 противников, зажав Е сзади в режиме совместной игры. Слаженность. Одновременно с напарником убейте цели 10 раз в режиме совместной игры. Персонализация. Коротко коснусь навыков. Первыми я вам советую открыть навыки на взлом простых дверей, двойные убийства и улучшение призрачного клинка. В пятой главе для испытаний нужен будет пистолет. В десятой главе нужны будут ядовитые гранаты, а к одиннадцатой взлом третьего уровня. Все остальное лучше не учить, если вы проходите сюжет, а потом только дот-миссии. Иначе вам просто не хватит очков и придется делать совместные задания. Снаряжение. Тут я расскажу, как получить все доступное снаряжение и оружие в игре. Буду говорить только о том, что нельзя купить в магазине, потому что его очень много. Переходим к оружию. Одноручное оружие, всего 35 штук. Палаш. Меч с улучшенным эфесом, гроссмейсер и гвадиус даются за расследование. Клинок чести. В наградах юплей или ULC секреты революции. Испанская рапира с чашиобразной гардой. Доступна изначально. Ранее мушкетер пак. Рапира Поппенхаймер. ULC тайной революции. Ранее королевский арсенал. Львиная сабля. ULC оружие революции. Клинок лилии. Ранее был эксклюзивом для сезон пасса, который на ПК не продается. Теперь же доступен изначально. Юбисофы исправили это лишь в 2020 году для ПК версии. Французская рапира Арно. Доступна изначально. Ранее андерграунд пак. Рапира. Задание приложения компаньона. В игре есть еще одна рапира. Но вообще данный меч называется Фойл, что в переводе фольга. Но переводчики перевели как рапира. Поэтому у нас две рапиры в оружии. Скипетр. Розы. Меч депутата конвента. Барабанная палочка и заточенная человеческая кость. DLC Павшие короли. Меч Эдема. По сюжету часть 12. Воспоминания 3. Орел Сугерия. За прохождение цепочки наследия Сугерия в DLC Павшие короли. Прохождение всех загадок есть на канале. Тревковое оружие. Всего 27. Вульш. Тупое копье. Полярная звезда и Корсика выдаются за расследование. Фашард. За сбор всех артефактов в разломе Захваченный Париж. Острое копье. Вьюплей или ULC Тайной революции. Копье Пронзатель. УLC Тайной революции. Золотой клевец. Вьюплей. Легкая алебарда. По сюжету часть 8. Воспоминания 2. Копье Твердой руки и Копье Святого Дионисия. Совместное задание DLC Павшие короли. Бисэнта. За сбор всех артефактов в квартале инвалидов. Тяжелое оружие. Всего 27. Деревянный молот. Клеймер. Фламбер. Офицерская секира. Выдаются за расследование. Топор. Осекатель брони. Вьюплей или ULC Тайной революции. Боевая секира открывается в Uplay. До активации не видна в списке оружия. Двусторонняя секира Палача и Народный Бердыш. ULC Оружие революции. Тяжелый тесак. За сбор всех артефактов в квартале лува. Секира. По сюжету часть 3. Воспоминания 2. Длинный меч. Задание приложения компаньона. Топор дубильщика. DLC Павшие короли. Пистолеты. Всего 16. Офицерский пистолет. По сюжету часть 4. Воспоминания 2. Двуствольный пистолет. ULC Тайной революции. Ранее стрелок пак. Пистолет французского кавалериста. Дуэльный пистолет Орно и пистолет с серебряной отделкой доступны изначально. Ранее андерграунд пак. Парадный пистолет. ULC Тайной революции. Пистолет Питкерна Патнема. ULC Оружие революции. Изящный пистолет. Расследование. Ружье. Всего 13. Кремниевое ружье. За сбор всех артефактов в разломе средние века. Надежная длинноствольная винтовка и железный дракон. ULC Оружие революции. Охотничье ружье из клена. ULC Тайной революции. Ранее прусский солдат пак. Мушкетон. Расследование жертвы науки из Юплей. Мушкетон с деревянной отделкой. Расследование. Ружье с лезвием. Всего их 5. Их можно получить только в дополнение Павшей короли. Ружье с лезвием. По сюжету часть 13. Воспоминания 2. Орел. За сбор всех артефактов в франсиале. Переходим к снаряжению. Цвета. Всего 27. Все цвета покупаются за очки креда. Одно открывается в Юплей. Те, что не покупаются, открываются за сбор определенного количества кокарт. Защита головы. Всего 41. Капюшон Лейпецкий полк. Дается изначально. Ранее стрелок пак. Капюшон Осада Мастрихта. Уэлси. Тайны революции. Ранее мушкетер пак. Тканевый капюшон Арно. Улучшенный капюшон Разбойника. Улучшенный армейский капюшон. Улучшенный капюшон бойца Наполеоновской армии. Добротный капюшон Арно. Добротный капюшон Санкелота. И добротный призрачный капюшон открываются в совместных заданиях. Тканевый средневековый капюшон. По сюжету часть 6. Воспоминания 2. Тканевый капюшон Санкелота. Тканевый капюшон Бродяги. тканевый капюшон разбойника находятся в одном из сундуков Парижа. Тканевый призрачный капюшон за сбор всех артефактов в разломе Прекрасная эпоха. Тканевый капюшон горожанина за сбор всех артефактов в чреве Парижа. Легендарный призрачный капюшон по сюжету часть 9 воспоминания 2. Защита груди всего 41. Камзол прусского солдата доступно изначально ранее прусский солдат пак. Дуэльная рубашка Атоса доступно изначально ранее мушкетер пак. Самодельная накидка Санкелота. Тканевый капюшон мушкетера. Тканевая накидка разбойника. Улучшенная накидка бойца наполеоновской армии. Улучшенная средневековая накидка. Добротная накидка Арно. Добротная армейская накидка. Легендарная накидка мушкетера. Совместное задание. Тканевая накидка Арно. По сюжету часть 5 воспоминания 3. Тканевая накидка бродяги в одном из сундуков Парижа. Тканевая призрачная накидка. Сбор всех артефактов в разломе захваченной Парижа. Тканевая накидка горожанина. Сбор всех артефактов в латинском квартале. Добротная призрачная накидка. За 30 заданий в толпе. Защита предплечий. Всего 41. Наручи Кандия. Вьюплей. Наручи Латур Дарвень. Велси Тайны Революции. Самодельные наручи бойца Наполеоновской армии. Тканевые наручи Санкелота. Тканевые армейские наручи. Улучшенные наручи горожанина. Добротные наручи мушкетеры и легендарные наручи бродяги. Совместные задания. Тканевые призрачные наручи за прохождение разлома. Тканевые наручи горожанина. Сбор всех артефактов на острове Сете. Тканевые наручи разбойника в одном из сундуков Парижа. Улучшенные призрачные наручи за 20 заданий в толпе. Добротные наручи Санкелота. По сюжету часть 11. Воспоминания 2. Пояса. Всего 41. Ремень Изенбург Бирштейн. Велси Тайны Революции. Пояс с двуглавым орлом. Вьюплей. Самодельный средневековый пояс. Тканевый средневековый пояс. Тканевый пояс мушкетера. Улучшенный пояс бродяги. Улучшенный призрачный пояс. Добротный ремень горожанина. Совместные задания. Тканевый пояс бродяги. В одном из сундуков Парижа. Тканевый призрачный пояс. За прохождение разломов. Тканевый пояс горожанина. Сбор всех артефактов в квартале Бьева. Ноги. Всего 41. Штаны национальной гвардии. Юплей или УЛСи Тайны Революции. Черные мушкетерские штаны. УЛСи Тайны Революции. Ранее Королевский Арсенал Пак. Самодельные штаны бродяги. Тканевые штаны бродяги. Улучшенные штаны бродяги. Добротные призрачные штаны. Добротные штаны разбойника. Легендарные штаны бойца наполеоновской армии. Совместные задания. Тканевые штаны Санкелота. В одном из сундуков Парижа. Тканевые призрачные штаны. За прохождение разломов. Тканевые штаны горожанина. За все артефакты квартала Маре. Легендарные призрачные штаны. По сюжету часть 10. Воспоминания 1. Костюмы. Всего 14. Костюм мастера ассасина Альтаира. За спасение 10 ассасинов в разломах Хеликс. Костюм мастера ассасина Белика. По сюжету часть 7. Воспоминания 3. Костюм тамплиера Ше. Сундук посвященных данной локации. Костюм мастера ассасина Эдсо. Сундук посвященных данной локации. Костюм ассасина Эдварда. Сундук посвященных во дворе кафе-театр. Костюм мастера ассасина Коннора. Сундук посвященных данной локации. Костюм мастера ассасина Томады Корниона. За решение всех загадок Нострадамуса и открытие всех дверей под кафе-театр. Прохождение есть на канале. Бестрашный Арно. Доступно изначально. Ранее андерграунд пак. Костюм мастера ассасина в стиле Макфарвейна. Доступно изначально. Ранее андерграунд пак. Костюм мародера. Сундук посвященных в DLC Павшие Короли в данной локации. Костюм гвардейца Франсиады. Сундук посвященных в DLC Павшие Короли в данной локации. Костюм мастера ассасина Арно. По сюжету часть 12 воспоминания 3. Артиллерийский мундир Наполеона. За сбор всех треуголок в DLC Павшие Короли. Железная маска. За выполнение задания Взор Короля в DLC Павшие Короли. Так же как и во всех играх серии здесь есть база данных. Она очень большая. Отследить ее полноту не представляется возможным так как нету процентов ее прогресса как в прошлых играх. И некоторые записи можно пропустить и уже не получить. Такие как расследования. Такое возможно если не найти все места и предметы. Потому что в некоторых расследованиях есть скрытые зоны которые надо искать самому. Если хотите собрать все то посмотрите мое видео прохождение в соответствующем плейлисте на канале. А еще записи в базе данных дополняются. То есть к записи человека или события дописывается новый текст. Наглядно вы можете увидеть это далее в разделе интересности. Так же есть много мостов, церквей и мест которые можно пропустить. А так же газеты и всевозможные записки и письма. В общем кому интересно покажу мою собранную базу данных в самом конце видео. Кто захочет может сравнить со своей и сказать что у него есть а у меня нету. Или наоборот. Интересности. В игре самые внимательные могут заметить странные торты. С виду не примечательные но их можно съесть. Так вот съев 5 штук можно призвать босса из трейлера игры. Далее показываю видео с местоположением тортов и самого босса. Какой связи с их позвать? Какой чай? В общем, был ли оптимированный. Рассив будем новостный. В общем, мы не восприняем. В общем, ты представляешь свою очередь. Вы выбираетеустой столы. В общем, я прошу ищем. Ты заразил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто знает, сколько таких мест по всей игре, как с тартами и могилой. Нужно облазить и изучить каждый дом, чтобы выяснить это. Также можно найти лодку с кучей кошек. А еще людоедок, которому ведут надписи из крови. Также я заметил, что у этого священника можно украсть письмо. Если прочесть его и загуглить название, можно найти примерное место в реальном Париже на старых картах. Прийти в игре туда и увидеть ритуал жертвоприношения. На самом деле это место, где собирается культ Бафомет. Вы уже посещали его, когда делали парижские истории. Братья и сестры Бафомета. Сегодня мы жертвуем жизнь нашей любимой сестры Жанны. Славе и мудрости Бафомета. Жанна, прими нашу благодарность за твое бесстрашие. Я отдаю свое тело во славу сестрам и братьям Бафомета. Мы чтим твою жертву. Придя в это место, можно найти мертвого крестоносца. Это отсылка к первой части. А придя вот сюда, можно увидеть телескоп на крыше. Теперь я покажу вам видео с местоположением всех артефактов в разломах. Если на данном месте нет артефакта или он уже собран, просто перезапускайте задание по новой и проверяйте его местоположение, пока не появится новое. Данные выпадают из синхронизации. Заберите их быстрее. Хорошо, надо отдать это на изучение. Исследователи будут довольны. Это пригодится. Поставайтесь вызволить нашего. Он застрял в гетосимуляции. Нет. Возьмите как можно больше данных. Но не забудьте, что надо успеть найти ассасина. Это пригодится. Продолжение следует... ...тем лучше. ...отправляю на изучение. Времени мало. Найдите ассасина и передайте его данные. Нам это пригодится. Отлично. Чем больше информации, тем лучше. Заберите данные, еще немного и мы упустим их. Мы думали, что потеряли его. Его жизнь зависит от вас. Вперед. Саша, надо отдать это на изучение. Прекрасно. Еще один секрет Абстерга. Данные выпадают из синхронизации. Заберите их, быстрее. Зашифровано. Сейчас. Постарайтесь вызволить нашего. Он застрял где-то в симуляции. Стойте. Сейчас расшифрую. Нам это пригодится. Данные выпадают из синхронизации. Заберите их, быстрее. Получно. Отлично. Возьмите как можно больше ганных. Но не забудьте, что надо успеть найти астасимов. Отправляю на изучение. Отлично. Саша, надо отдать это на изучение. Отлично. Ну и в завершении, собранная мной база данных. Пишите в комментах, чего у меня нету, а у вас есть и наоборот. Возможно, вместе мы откроем ее полностью. Отлично. Автор с buatки. afuá. Артур. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...